Я представляю ODS Lab. Это такая добровольная инициатива, открытая для всех. Мы в течение года собирались у нас в Академгородке Новосибирске и не только. Транслировали это все онлайн, поэтому можно из других городов подключаться, заходить в свои темы и что-то исследовать. Тема, которая мне показалась интересной, это насколько вакцины связаны со смертностью. Это вопрос, который был на повестке дня совсем недавно. Сейчас уже другие вопросы затмили его. Несмотря на это, даже говорят, что COVID у нас кончился. Несмотря на это, отличный кейс для того, чтобы разобраться с причинно-следственными связями. Причина. Вакцина. Следствие. Смертность. Есть ли тут связь? Можем ли мы что-то увидеть? Вот с этой целью я и мой коллега Глеб Соснин какими-то вечерами, поэтому исследование, конечно, это не так, как в научном институте, где можно посвящать этому месяцы и годы. Мы посвятили этому несколько вечеров, но тем не менее постарались разобраться, потому что много каких-то такого же рода исследований выходило, где было много противоречивого. Об этом сейчас мы поговорим. Еще один дисклеймер перед тем, как я начну. Этот доклад практически повторяет то, что я рассказывал на DataFest, о чем я вас предупреждаю заранее. Поэтому, кто был на DataFest и слушал, наверное, нового для себя найдут немного. Единственное, какой я хотел сделать акцент сегодня, акцент больше на методах, которые я использовал, которые используются в причинно-следственном анализе, чтобы мы больше поразбирались с методами, разве, а не с, собственно, с результатами. О результатах я больше рассказывал в DataFest. Но презентация будет очень-очень похожа, из-за исключения двух слайдов. Поехали. Итак, какие вообще доступные данные? Что у нас есть по данным? Это, конечно, основное. Это основной камень преткновения. Давайте поговорим, какие были бы идеальные данные, чтобы ответить на вопрос, есть ли связь между вакцинацией и смертностью. Идеальные данные были бы такие, например, о которых писали, скажем, венгерские ученые, когда исследовали эффективность разных вакцин. Там в Венгрии использовался и спутник, поэтому одну из наблюдений, одну из оценок эффективности спутника можно получить из работы венгерских товарищей. Кстати, здесь я ссылку не даю, но добавлю ее перед тем, как выкладывать эту презентацию в открытый доступ. Так вот, венгерские товарищи посмотрели на данные по людям. Нам не обязательно знать, кто можно. Анонимизированные. Но если мы бы взяли перепись населения, взяли бы данные о смертности, взяли бы данные о вакцинации, так вообще-то во всех странах и делают, все это бы смачили, и у нас были бы такие, как говорят, временные ряды или панельные данные, как говорят микроэкономисты. Можно было бы здесь точно вывести и эффективность вакцин, и поговорить, как это влияет на смертность. К сожалению, таких данных в открытом доступе я не нашел. Если у вас есть какие-то ссылки на такие данные, пожалуйста, поделитесь, это было бы здорово. Посмотреть на них. Собственно, такого рода данные всегда используют, ну, старался я всегда использовать, когда занимался микроэкономикой, то есть спускаться на уровень предприятия. Когда идет агрегация, можно немножко здесь заблудиться. Так, какие же данные есть? Самый удобный датасет – это Our World in Data, собирали английские товарищи. Чем он удобен? Он удобен, что там не только Джон Хопкинс, то, что рапортуют разные государства о количестве заболевших и количестве умерших. Там есть и сразу примеченные данные по благосостоянию, там есть данные о вакцинации, там есть данные даже о тех ограничительных мерах, которые вводились. То есть датасет, в принципе, подготовлен, очень удобен. Что является наблюдением? Наблюдением является страна, день. То есть мы все дни, начиная с 2020 года, по настоящее время, ребята собирают данные и там такие большие временные ряды по всем странам, которые как-то что-то рапортуют. Здесь есть ссылочка на GitHub, там описание датасета и, собственно, оттуда можно скачать данные в любом удобном формате. Дальше. Ну, да, здесь еще напишен дисклеймер. Я, наверное, его кратенько повторю, что, конечно, делали исследования вечерами, поэтому сложно говорить, что выводы наши однозначны. Тем более, они сами по себе неоднозначны. Давайте посмотрим, что получится, потом будем рассуждать, насколько этому можно верить. Дальше. Смотрите, что, конечно, сподвигло нас заняться этой темой. Вот, например, статья в европейском журнале эпидемиологии. Потом написали товарищи опровержения, что методология неправильная и, на самом деле, здесь не такая должна быть линия. Но, смотрите, если мы возьмем вакцинацию по иксу и возьмем, допустим, ну, здесь смотрели на не на смертность, а на заболеваемость. То есть, как работают у нас вакцины? Они работают так, что обычная эффективность вакцины меряют в том, что она снижает заболеваемость. И, снижая заболеваемость, если, предположим, что есть какая-то линейная связь, допустим, 1% заболевших умирает, то, соответственно, это будет влиять и на смертность. Так можно нарисовать какой-то причинно-следственный граф. Поэтому, вот здесь товарищи смотрят на заболеваемость и говорят, так, что-то здесь мы не видим какой-то отрицательной связью между вакцинацией и заболевшими. Можно это почитать, такая наделавшая шума официальная, как бы, такая научная статья, которую даже публиковали, вроде как, в приличном скопус-журнале. Ну, конечно, блогеры. В том числе можно упомянуть, вы можете поискать две статьи на Хабре, где ребята находили что-то такое подобное. Опять же, какая-то связь такая, наоборот, положительная. Здесь процент вакцинированных с бустером, как раз о том, о чем спрашивал меня. Саша, опять какая-то положительная связь. Что вообще это за история, как бы, как-то начинаешь немножко беспокоиться, действительно, задавать вопросы. С другой стороны, то, что можно, опять же, найти в гугле, это то, что теоретически, особенно перед началом вакцинации, делали много оценок, используя разные эпидемиологические модели, достаточно такие продвинутые от тех, которые описаны, опять же, на том же Хабре. Например, в статье от СФТ мы разбирали, как ребята предсказывали в начале ковида распространение заболеваемости. Ну, вот, допустим, здесь есть такие вот оценки в медархиве, что если смоделировать за год процесс вакцинации, а они моделировали это для Канады, то 62% можно охватить с нуля до 62% за год. И это приведет к снижению смертности на 30%. Окей, что-то, о чем-то можно говорить. Также, еще в медархиве можно найти статейку про, опять же, теоретические оценки, как повлияет вакцинация вместе с мерами, их называют, нефармацевтического свойства. То есть, когда мы делаем какие-то заградительные, когда мы вводим какие-то ограничения. И здесь оценки у нас можно посмотреть, смотрите, в зависимости от того, отменяемые ограничения, если мы отменяемые ограничения, эффективность будет вакцины 50%, то в зависимости от того, сколько мы населения покроем вакцинами, здесь есть какие-то оценки, что будет со смертями. Вот на это нам интересно, особенно смертность Мартелла Террис, который измеряется на 100 тысяч населения. Смотрите, если ничего, 177, 106. То есть, все-таки, где-то, опять же, от 30 до, если у нас эффективность 90, 75 покроем, сохраним ограничительные меры, то мы можем до 26 упасть. Это уже, сколько это, раз в 7, в 8 даже, меньше смертность. Круто. То есть, что-то такое мы должны, наверное, ожидать от наших измерений. Говоря про такие какие-то данные, которые есть, к сожалению, как я сказал, нет дезагрегированных сырых данных. Сырыми данными мы всегда очень любим пользоваться, на самом деле, потому что любая агрегация что-то такое нам вносит, чего приходится верить все равно. Вот, допустим, есть данные из Британии, где показано, что 28 раз есть разница между вакцинированными и не вакцинированными в смертности. Ну, есть, есть. На каких-то данных они посчитали, проверить нельзя. Можно сказать, я не знаю, что в 10 раз или наоборот возрастает. Что угодно, любую цифру можно сказать, потому что ее не посчитаешь. Приходится верить. Надо сказать, что вера в наше время, похоже, это все, что нам остается. Еще агрегированные данные. Там десятки раз, разные страны. Здесь как раз ссылочка идет на статьи, которые были в этом ОВИДе или Our World in Data. Там в десятки раз агрегированные данные. Опять же, временной ряд, который, ну, да, вот она разница в нем. Ну, как бы, но откуда взялись эти агрегированные данные, такие же данные можно нагенерить и используя библиотеку Random, например. Окей. Когда мы берем наши данные ОВИД, с чем мы можем столкнуться, когда мы анализируем причинно-следственные связи? Какие у нас есть ловушки, ошибки? Ну, первое, надо сказать, что самое примитивное, если мы возьмем действительно количество вакцинаций на 100, так называется, один из индикаторов этих данных. И есть две меры, которые мы используем. Одна называется количество смертей от COVID, другая называется excess mortality. Excess mortality считается как среднее по годам. И мы смотрим отклонение от этого среднего в году, который нас интересует. То есть, понятно, что без COVID, наверное, среднее колебалось бы на гораздо более низком уровне. Ну, для России это существенный отрыв, например. Поэтому критикуют статистику в России, что похоже, что занижали ее. Но и в других странах есть отличия. Ну, вот, если мы возьмем max mortality, поверим, что это может быть лучший индикатор, то вроде как корреляция в данных показывает, что она отрицательная. Ура! Кажется, все. Победа! Победа! Действительно, делаем, увеличиваем вакцинацию на 1% и избыточная смертность у нас падает, ну, где-то на мной 2%. Неплохо, неплохо, неплохо. Понятно, сколько надо вакцинироваться, что будет происходить, если линейная зависимость такая нас интересует. А что здесь беспокоит, что, опять же, данные у нас были по странам, как я говорил. И если мы посмотрим по странам, то, как любое наше предсказание, и тем более регрессия, это среднее. В среднем по больнице падает, но в отдельных странах растет, в других странах падает. Больше падает, но если посмотреть на гистограмму распределения этих коэффициентов корреляции, то какая-то она такая, я бы сказал, нормальная. И причем достаточно много, которые положительные. Как так? В некоторых странах работают, в некоторых нет. Ну, похоже так. Едем дальше. Когда мы делаем причинно-следственный анализ, первое, что... Ну, не первое, мы говорили про агрегированные данные, да? Теперь давайте про второе, скорее. Второе, что нас должно беспокоить, это то, что, может быть, группы, которые вакцинированы, не вакцинированы, здорово отличаются друг от друга. На самом деле, вот этот вот selection bias, систематическая ошибка отбора, это то, что обычно портит нам всю картину. Selection bias слышишь достаточно часто. Он заключается в том, что люди не случайно попадают в эти две выборки. И поэтому вовсе не из-за вакцины может это происходить, а из-за того, что есть какие-то механизмы, которые тебя в ту или иную группу, ну, в А или В, определили. Давайте посмотрим на примере. Английские, опять же, ученые, которые вот 28 раз, помните, нашли разницу. Если мы посмотрим на эти две группы, не вакцинированные, и которые 21 день прошел после второй дозы. То есть полностью они должны были приобрести иммунитет 28 раз. Победа! Зачем-то... Ну, правильно. Так бы сделали настоящие ученые, посмотрели на такой индикатор, допустим, который важен, а смерти не от комика. Что мы видим? По идее, если две группы одинаковые, мы должны были бы здесь видеть примерно одинаковые цифры. Видим разницу в два раза. Причем статистически значимые. Здесь у нас давительные интервалы, они абсолютно не пересекаются. Где-то в два раза разница. То есть люди в группе невакцинированных мрут в два раза чаще, чем те, которые сделали, прошли вакцинацию. Ну, понятно, здесь в этой группе могут быть те, которым нельзя поставить вакцину, да, потому что у них здоровье уже слабое. Ну, вот оно в два раза слабше, чем вот у этих. Может быть, COVID, конечно, здесь добавляет, но, похоже, это у нас уже не 28 раз, да. Поэтому надо аккуратнее с эффектом. Есть силы, которые могут этот эффект нивелировать. И, собственно, об этом всегда речь причинно-следственном анализе. Это, наверное, такое основное, что нас должно беспокоить. Потому что, когда мы смотрим на разницу в двух группах, если идет отбор не случайный, а если происходит что-то, что картину портит. Ну, еще один пример, который я очень-очень люблю и который рекомендую вам изучить из книжки Энгристой эпишки Мастерин Метрикс. Ее можно найти. Это эконометрическая книжка, введение, очень подробное, очень хорошо про регрессию. Там написаны и другие методы, которые мы будем применять и здесь для анализа. Там пример с медицинской страховкой. Основная идея, зачем ее делать? Для того, чтобы улучшить здоровье. И действительно, если построить такую же табличку, кто медицинскую страховку имеет, кто нет, здоровье здорово отличается. Но оказывается, что эти две группы очень разные. И, соответственно, можно сделать предположение, что люди побогаче, по образованию покупают страховку. И, может быть, это определяет разницу в их здоровье, а вовсе не то, что купили страховку. Когда начинают делать более качественный анализ, в общем-то, эффект страховки действительно исчезает. И это и есть суть того, о чем мы говорим. Потому что, в конце концов, зачем нам нужны причинно-следственные? Для того, чтобы принять решение о воздействии. Если нам воздействие не нужно, как мы привыкли в машинном обучении, если нам нужно предсказание, и мы верим, что все в системе не будет существенно меняться, то предсказание – это то, что будет работать и дальше эта модель. Но если нам нужно что-то по этому поводу делать, и это очень часто в бизнесе. Я, как Саша сказал, руковожу 90 плюс ребятами в машинном отделении, в группе, которая занимается машинным обучением в ЦФТ. У нас в основном ставят бизнес-задачи. Нам нужно понимать, что делать по поводу того, что мы наблюдаем в данных. И тогда причинно-следственный анализ, конечно, необходим. Насколько будут верны выводы, которые мы делаем по данным. Selection bias. Вторая картинка. Это, собственно, our world in data. Если мы возьмем страны, для которых есть у нас данные, это будут совсем не те страны, которые есть вообще. Потому что, конечно, страны более развитые, у них лучше налажен сбор информации. Значит, у них больше наблюдений. Значит, они будут в выборке. Значит, мы делаем выводы не за весь мир, а по развитым странам. Это надо понимать. И не делать неправильных обобщений. Это нижний график. Едем дальше. Метод, который мы сначала решили использовать, очень элегантный, называется difference in difference. Давайте посмотрим на графике, как он устроен. Здесь вертикальная линия – это intervention. Это то, что мы делаем. Ставим вакцину. То есть, до вакцины давайте найдем две группы или, в нашем случае, допустим, две страны, максимально похожие по ауткаму. Допустим, по смертности. По смертности до вакцины они очень похожи. Что значит похожи? Значит, что такие вот тренды у них ведут себя одинаково. Ну, понятно, что, чтобы верить в этот метод, надо, чтобы страны действительно были прям очень похожи. Идеально было бы, как говорят в социологии, взять одного и того же человека и повоздействовать на него, и не повоздействовать. Это глобальное противоречие причинно-следственного анализа. Нам нужно понять, что было бы, если. Но у нас, что было бы, если нет, у нас есть только observation. То, что произошло фактически. Кому-то поставили, кому-то не поставили. Почему поставили, почему не поставили. Если бы случайно это делали, это основа, кстати, АБ-тестов, или золотого стандарта анализа причинно-следственной связи, который Фишер в 30-х годах ввел для установки причин, которые влияют на урожай. Здесь основное то, чтобы найти такие страны, которые были бы очень похожи. Чтобы был бы, как бы, один человек, на которого действовать и не воздействовать. Если это похоже, потом у нас есть воздействие, и потом происходит что-то со мной страной. Потому что на одну мы воздействуем, на красненькую, на зелененькую мы не воздействуем. И зелененькая как была, так и продолжала ехать, как она ехала. А в то время как красная, она бы продолжала быть так же, потому что до этого было так. Но из-за вакцины произошло отклонение, и тогда получается у нас difference in difference. Разница в разнице. Потому что вот эта вот разница, это будет не эффект вакцинации. Эффект вакцинации будет разница от того, что было бы. Вот он будет эффект. Поэтому difference in difference. То есть для ковида, если формулировать задачу, нам бы надо найти очень похожие страны. Мы решили, что похожие страны, которые похожи по уровню благосостояния, по уровню жизни, по тому, как они могут бороться с болезнью, по тому, как болезнь протекала, по тому, что мы наблюдаем, по тому, насколько мы верим, что они прям похожи. Надо вот в этом убедить самое главное. По скорости распространения болезни и по уровню благосостояния. Здесь мы можем посмотреть на кластеры, выбрать страны из одного кластера. Здесь мы можем посмотреть, насколько скорость протекания болезни была одинакова. И различия нужны в вакцинации. У кого-то будет скорость, кто-то начал позже. Что-то должно сильно отличаться в том, как вакцинация шла. И это и будет наша интервенция. Тогда мы постараемся увидеть разницу между третьими странами. Просто-просто. Поехали. Италия и Великобритания. Верхний график – это количество заболевших. А логарифмическая шкала… Видите, заболевали… Здесь время по иксу. Заболевали достаточно похоже. Окей, похоже по количеству заболевших. Хорошо. Дальше. Вакцинация. Вакцинация шла с одной стороны похоже, с другой стороны… Смотрите, Италия помедленнее. На какую-то вот эту дату у них будет в два раза меньше. Здесь уже было 100%, здесь было 50%. О, кажется, то, что надо. Давайте посмотрим на смертность. Смертность тут и экс-смертеллити, и смертность, новые смертности на миллион от ковида. Вверху циферки разница между первой страной и второй. То есть, в Италии было больше смертностей, разница была вот такая, стало еще больше, стало еще больше. Что это значит? Что в Италии стало больше смертей. Ну, вот здесь вот видно, что, наверное, да. И здесь тоже. Больше. Почему больше? Ну, может быть, потому что что-то они помедленнее, да, вакцинировались. Вакцинировались. Кажется, работает. Кажется, мы нашли. Нашли то, что хотели. И здесь бы тот ученый, который бы верил в эффективность вакцины, наверное, поставил точку и пошел спать. Ну, давайте посмотрим другие пары. Вот, допустим, Италия и Чея. Интересно, кто не знает, что это за страна. Да. Конфедерация, Гильвеция или Швейцария. В Швейцарии, конечно, поменьше людей. Наверное, она поменьше страна. И даже вакцинировалась, несмотря на такой развитый банковский сектор, они немножко помедленнее. Давайте посмотрим на два периода. И здесь какая разница? Вот у нас Италия минус Швейцария. А в Италии было больше, стало еще больше. Хотя, вроде, вакцинировались-то они как-то пободрее. Причем на двух мерах это то же самое. Что-то антивакцины куда-то это самое. Взбивают на столку. Ладно. Австрия и Болгария. Опять же, смотрим, насколько они похожи по количеству заболевших. Зато, смотрите, вакцинация уж точно разошлась. Болгары что-то очень неторопливо вакцинировались. И туда 50% дошли. Окей. Смотрим на Австрию и на Болгарию. О, Болгария-то опережала их. И стало еще больше опережать. Смотрите, какой здесь горб, когда австрийцы сидели. Ну, понятно, понятно. Вот они, вот они. Ес, ес. Теперь давайте посмотрим на Австрию и Словению. Так. В Словении было поменьше. В Словении, наверное, поменьше страна. Тоже Словения отставала от Австрии. Здесь в Словении было больше смертность, чем в Австрии. Здесь в Австрии стало побольше. Но Австрия вроде лучше акцинировалась. Что ж такое? Туда-сюда, туда-сюда, она смотает. Хорошо. Возьмем все возможные пары стран, которые попадают по схожести этих стран. Здесь есть разные меры. Красные. Что такое bad? Когда мы находим не то, что хочется. Зеленое. Когда мы находим то, что хочется. Черные. Нано. Потому что здесь, допустим, вот эта мера с 50% вакцинации. Не все страны до этого дошли. И серая зона, когда в одной стране растет, в другую сторону. То есть, что-то происходит не то. Нам надо бы найти много зеленого. Вот здесь вроде у нас какая-то победа. Какая-то победа. Но вот здесь, если мы посмотрим на B4 Delta штамм, что происходило. Здесь похоже, что что-то как бы с вакцинами совсем дело не очень. Ну и в целом, картина, как мы увидели, что-то шатает. Нельзя сделать. Ну вернее, можно сделать. Но это означает, что вы будете делать какой-то selection bias. В исследовании уже. Выбирать то, что вам нравится. Ух. Ну ладно. Что-то дит как-то это. Однозначно нам не дал ответ. Давайте попробуем еще. Какие у нас есть методы. График мне понравился. Я назвал его «Лестница небеса». Это если взять по всем странным дням. Упорядочить их по количеству смертей. Получается, что в некоторых странах как-то их было много. В логоэтнической шкале. В некоторых мало. Так страны отправляли своих граждан. От ковида к Всевышнему. Что сделаем? Давайте возьмем методы машинного обучения, которые у нас есть. Для того, чтобы нам делать выводы о причинно-следственных связях, мы должны верить. Во что? Мы должны верить, что если вакцинация растет, то смертность должна падать. Можно ли сказать, что если мы это наблюдаем, это значит одно влияет на другое. Вот это основной вопрос. И его данными не решить. Должна быть какая-то теория, должна быть какая-то вера. Мы как-то должны понимать, что это так. Потому что единственное, что могут дать данные, любые методы, которые мы используем в машине обучения, это то, что наблюдается такая связь. Но связь, корреляция не означает, как любят говорить, причинно-следственные связи. Казаться. Окей, верим ли мы? В одной из статей, которые я приводил, сказали, что смотрите, 50% вакцинации, это не значит, что 50% иммунитета. Только после второй дозы, после того, как прошло, по крайней мере, еще неделя, возникает иммунитет. Давайте возьмем уровень иммунитета, а не уровень вакцинации. Потому что может быть здесь временной лаг. Это была основная критика. Хорошо, давайте с этим постараемся как-то справиться. Поэтому я вот здесь сделал переменную, назвал ее ВАК-30. Это через 30 дней, если мы сместим график вакцинации. То есть уровень 50, только через 30 дней у нас будет 50. Окей, потому что говорят, что 50, это еще не 50. И мы знаем, что скорость была разная, поэтому может всю картину нам испортить. Окей, хорошо. Что еще, какие данные будем использовать? Давайте, во-первых, возьмем данные только по странам, которые в 2020 году потеряли 1000 человек или более от COVID. Почему такой selection, bias мы делаем? Ну, потому что те, для кого смертность была невысока, ну, прям меньше тысяч за год. Да, это прям очень мало было COVID в 2020 году. Ну, они не очень показательные. Вначале просто мы привносим очень шумные данные. Можете по-любому их выбирать. Я просто решил так. Потом я взял даме переменные по странам. Потому что есть какие-то эффекты специфичные для стран. Я не хочу туда вдаваться. Может быть, одна богатая, другая делала что-то такое. Все это пакуется в переменную. Почему-то в этой стране больше смертность. Или в этой меньше. Пусть страны заберут на себя эту дисперсию. Года тоже могут вносить свое. В каждом году что-то было новое. Пусть это будет. И дальше у нас что? Период вакцинации. Единички будут там, где мы начали вакцинироваться. Норики там, где мы начали. Дни COVID. От нулевого дня, когда начался COVID, первый случай. И до сегодняшнего момента нарастающим числом. Просто время. Потому что время может лечить. Можем приобретать иммунитет со временем. После того, как все отболели. Конечно, на смертность влияет сколько новых случаев. Новые случаи будем учитывать, смотреть. Вакцинация, как я сказал, через 30 дней. Эффект. Говорят, что если много молодых, они сильные. Действительно, мы знаем точно, что процент людей, которые умирают за 80, это больше 10. Те, кто умирают до 40, это меньше одного. Разница раз в 10. Поэтому очень важная композиция. Новые смерти. Это, собственно, давайте использовать пока вот эту переменную, которую государство рапортует о том, сколько людей умерло. Здесь заставляем за скобками все вот эти вот разговоры. Если вы верите, что собирают во всех странах одинаково, систематично, не так. Если, и вот как бы все размышления о том, почему данные могут быть плохие. Ну, вот единственные данные, которые есть. Здесь бы вы сказали, наверное, а где еще, допустим, ограничительные меры. Вроде там есть такой stringency индекс. Мне, честно говоря, эта переменная не очень понравилась. Сейчас посмотрим, почему. Что мы получаем? Коэффициенты. Чем хороша вообще регрессия? Здесь как раз то, что я обещал. Почему мы будем больше говорить о том, что... А как бы о сути, да? Регрессия – это как бы такие средние с учетом всех-всех-всех факторов, которые есть. Причем коэффициенты показывают степень и направление влияния, да? Смотрим США. Почему-то в США как бы люди очень сильно умирают. Не знаю, что-то с этой страной связано. Бразилия, Индия, Россия, Мексика, да? Новые кейсы. Чем больше кейсов, то на 1%, если они растут, то в 27% у нас как бы большее количество умирает. На 100 тысяч. Период вакцинации тоже. Ну, видать, когда начали вакцинироваться, начали вакцинироваться не просто так, а потому что уже разогнали, наверное, ну, как-то был какой-то уже период такой болезни, которому не только новыми кейсами мы уже говорили. Этот период означал и больше смертей. Есть у нас количество дней. То есть все больше и больше людей погибало. Но, смотрите, то, что мы хотели. То, что мы хотели. Вакцина, похоже, ну, на уровне, там, третьего, четвертого фактора. Здесь у нас константа. На уровне третьего, четвертого фактора здорово снижает количество смертей. Ну, казалось бы, нашли, нашли, нашли то, что хотели. Причем, смотрите, здесь справа я добавил stringency index. Да, индекс, чем он выше, чем он ближе к 100, тем более суровые ограничительные меры ввели. И stringency index у нас положительный. Чем более суровые меры ввели, тем больше людей умирает. Причем я его сдвинул тоже на 14 дней. Скажем, что через 14 дней только мы увидим эффект. Потому что сейчас мы запрещаем. Люди, скажем, сейчас заболевают. И они бы не заболели сейчас, потому что очень суровые какие-то ограничения. Конечно, ограничения, естественно, влияют гораздо лучше, чем вакцины. Если бы мы все сидели дома, ничего бы не было. Но экономика бы стала. Положительный. Вот здесь мы и видим, как работают причинно-следственные связи. Потому что очень легко представить себе, что чем суровее люди умирают, тем более серьезные ограничения вводят. То есть причинно-следственная связь у нас работает в обе стороны. Не только она влияет, насколько людей умирает. Но и сколько людей умирает, влияет на насколько серьезные меры мы вводим. Как будет результирующий вектор выглядеть? Ну, вот здесь он выглядит, что, скорее всего, вводили те, кто в тех странах, где было много смертей. То есть вот это все-таки направление побеждало. Поэтому я в дальнейшем есть в ссылке на ноутбук, который будет в конце, ноутбук со stringed index. Ну, я потом далее его не стал использовать, потому что явно это неоднозначные переменные. Есть такая штука permutations. Смысл очень простой. Мы берем переменную, которая нам интересна, смешиваем ее. То есть, другими словами, для каждой страны получается, для каждой страны дня получается что-то совершенно другое. И смотрим, как это влияет на целевую функцию, функцию, которую мы оптимизируем. И, в общем-то, вот вакцинация в топ-3. Здесь мы не знаем знак, но мы знаем, насколько существенно влияет на точность. Насколько вот эта разница, если мы говорим про регрессию, среднюю квадратичную ошибку, например, или просто квадратичная ошибка, насколько она уменьшается. Ну, вот вакцинация, да, здорово-здорово здесь завязана. Окей. Какие еще есть методы? Нет, вернее так. А теперь посмотрим, как работает эта штука. Насколько мы хорошо делаем предсказания. Но, как известно, регрессия любит обобщать. По всем странам, по всем дням. Поэтому для Америки она вроде как средняя неплохо. Немножко даже подергалась там, где горба. Но так надо было по всем странам это сделать. И были, естественно, очень, как мы говорим, данные гетероскидостичные. То есть, разная была дисперсия, очевидно, для Америки, если мы сравним и там ГАНы. То, в общем-то, хотя у нас там регуляризация и все, но предсказания очень плохие, отвратительные. Если бы мы были, мы с вами как машинисты, наверное, бы сказали бы, что это такое за фигня. В то время как вот, допустим, и поэтому мы бы могли, допустим, взять какой-нибудь Random Forest. Random Forest, смотрите, гораздо лучше описывает, например, для Америки. Да, и ошибка, вот здесь вот Min Average Error 620-165. Ну, то есть, по всему, в качестве предсказательной модели, use Random Forest лучше. Если регрессия может быть хороша, как какая-то такая описательная, поговорить в среднем. Она нам нравилась, минус 69. Но, если мы хотим предсказывать это дело, предсказывать на выборке, причем я делал не Time Series, потому что очень сильно отличается, конечно, конец истории от начала. Не делал случайную тесту выборку. Но, понятное дело, что Random Forest с его деревьями для каждой страны идет в отдельную веточку, там делает отдельную модельку. В этом плане генастичность не такая большая проблема. Здорово, Random Forest молодец. Окей. Random Forest, давайте посмотрим. Есть такая прекрасная штука, как Sharp Values. Это примерно то же самое, что Permutations, только мы делаем разные комбинации признаков. И смотрим, как признак влияет на таргет. Как он влияет на таргет? Вот смотрите, больше всего, конечно, влияют новые кейсы. И смотрите, чем меньше кейсов, тем меньше смертность, чем больше, тем больше. Ну, окей. Капитан, очевидность. Дни. Дни непонятно. Как-то замешанные. Ну, вроде, чем больше дней, тем поменьше. Здесь вроде красного побольше. Но вакцинация вроде как раз то, что мы хотели. Смотрите, чем больше вакцинации, тем меньше на таргетах. Чем меньше таргетов. Ну, как раз то, что вроде надо. Здесь мы взяли по США исключительно, потому что тяжело считать Sharp Values для всего датасета, если мы используем бренд на Польске. Есть такая прекрасная штука. Еще говоря о причинно-следственном анализе. Я потихонечку как бы буду закругляться, чтобы попасть во время. Называется partial dependence plot. Это когда мы пытаемся, опять же, посчитать для всех наблюдений, которые у нас есть, влияние именно одного фактора при фиксировании других на целевую перемену. И вот мы видим, что для разных значений вакцинации действительно падает в общем и среднем. Где-то на 20%, если мы вакцинируемся на 100, на 25, наверное. А смертность на 100 тысяч. Кстати, вот этот график, он же такой показательный. Хотя, смотрите, какой доверительный интервал у нас. То есть, ну, как бы, разное может быть, но в среднем, как мы любим, да, в регрессии вроде это было так. Кстати говоря о важности фич, тут опять же мы видим, что новые кейсы дни превосходят. Я про страны уже не говорю, какие-то страновые эффекты, ладно. Но похоже на то, что было у нас вот здесь вот. Нет, здесь-то как раз вакцинация была повыше, да, одно из важных. Но на самом деле в Реном Форесте больше, конечно, переходили деревья, да, раньше по новым кейсам и по количеству дней. Ну, окей, то есть вакцинация у нас, конечно, не драйвит смертности, я бы сказал. И как-то влияет, ну, минус 30, минус 30, от нуля минус 30, вот на 30. Примерно что-то такое где-то мы слышали, да. Мы слышали, правда, о 30 процентах, ну, там было, по-моему, от 20 до 70. Меньше, вроде как мы получаем примерно то, что и предполагали, ну, это опять же по всем странам, где смертность была значительна. Если мы возьмем не по США, а в среднем, ну, в среднем как-то, конечно, что-то, хотя, опять же, новые кейсы и количество дней у нас повыше будут, как-то здесь, конечно, поневнятнее выглядит вакцинация. Ну, наверное, там данные как бы погрязнее. Окей. Кэтбуст. Кэтбуст, наверное, для табличных данных, это топ. Был и есть. И, наверное, может быть, даже и будет. Очень много деревьев, которые исправляют ошибку последующего алгоритма. Здесь, смотрите, вакцинация у нас хоть и, ну, в общем, на втором месте, да, на втором месте. Кэтбуст еще очень быстро считает шапфейлиус по всем наблюдениям. Это очень удобно. Потому что не надо ждать очень долго. То, что мы хотим видеть, да, то есть большие значения приводят к тому, что шапф падает. Здорово. Для России, наконец-то, давайте посмотрим на родную. Смотрите, Кэтбуст достаточно хорошо предсказывает то, что мы наблюдаем. И для России тоже видим эффект. То есть спутник работает. Отвечаю на вопрос, насколько спутник хорош. Еще есть такая интересная диаграмма, которую делает ШАП. Это когда мы смотрим два фактора. Здесь один фактор – раскраска. Новый кейс выбирается автоматически при наибольшей степени интеракции, взаимодействия с вакцинацией. Ну, понятно, что чем больше нового кейса, тем больше влияние. Наверное, влияние процентное какое-то. Тем не менее, здесь вроде нас все устраивает при большой вакцинации. Но, конечно, до уровня 50% то, что мы здесь всегда жили в положительной зоне, как-то, наверное, нас не должно особо радовать или говорить о какой-то линейной природе того, как работает вакцинация. Это при учете построения модели, при учете количества заболевших, при учете дней, всех переменных, о которых я говорил. Ну, и, наверное, последнее. Это по всем странам. Если мы построим это здесь, опять же, по всем странам видим, что да, для большого количества новых кейсов и высокой вакцинации видим хорошие какие-то эффекты. Но, правда, есть вот и такие эффекты, положительные. И здесь, конечно, что творится, тоже не очень понятно. Вроде какая-то есть тенденция к работе вакцин, но по странам дня картина получается такая предсказательная не очень. Не очень. Можно построить Perfect 3. Это значит, будем 100% предсказывать. Скорее, такая описательная модель, да, вакцины у нас, опять же, после дней, после количества, после дней, после количества, если мы построим маленькую нейронную сеть. Если мы, опять же, заглянем вовнутрь, тоже не очень-то. Где-то на уровне, опять же, 25 на 100 тысяч видим влияние. Хотя новые кейсы, видите, как влияют на смертность. Ну, очевидно. 1% и так далее. В общем, выводы. Видим, что да, на снижение смертности влияет. Не сказать, нельзя из этого сделать вывод, что растет смертность. Можно сделать вывод, конечно, что никак не влияет, но в среднем все-таки влияет. По всем странам, в общем и целом, иногда мы видим противоречивые данные по некоторым странам, но в общем и целом, где-то на 20-70 мы снижаем смертность при вакцинации до уровня за 50 на 100 тысяч. Сравнивая страны, как я сказал, эффект неоднозначный. Ну и в краткосрочный похоже, что иммунитет, который мы получаем с развитием заболевания и как сейчас у нас сколько заболевших, потому что самое лучшее предсказание, что будет завтра и сколько болеет сегодня. Очень такая устойчивая величина. Конечно, определяют смертность гораздо сильнее, чем процент вакцинированных. То есть это какая-то более среднесрочная стратегия, чем немедленная, которая может нас как-то спасти. На этом у меня все. Небольшая цитата Слепакова, как я мог не сказать об этом, потому что выводы такие же, как в песне. Контакты. УДС-Лаб, подключайтесь, если вам понравилось то, что я рассказывал. Комаров Кэт, это мой Телеграм. Глеб Соснин, это Телеграм Глеба. Глеб занимался в основном ДИДОМ. Я занимался в основном построением моделей. Расчеты тоже у нас есть. Я почистил свой ноутбук. Он лежит на камере. Надеюсь, вы доберетесь до него. Он открыт. Ставьте лайки, если вам понравится. К Глебу тоже можно добраться. Надо только зарегистрироваться на Гитлабе. Некоторые знают, что на Гитлабе, но одно подходит другому. На этом у меня все. Я готов буду ответить на вопросы.